Всем привет! Меня зовут Лёша Гегаури. Я очень рад встретиться с вами в программе «Невозможное возможно», посвящённой фокусам и чудесам. Я покажу вам разные фокусы и даже объясню, как большинство из них делаются. Но какие-то так останутся для вас загадки. Так, у меня есть колода-карт. Кто мне понадобится? Ты. Ты Злата. Да, Злат, встань вот сюда. Злат, всё, что нам сейчас нужно сделать, это чтобы ты эту колоду перемешала. Мешай. Вы смотрите. Ну, видна рука мастера, я вам хочу сказать. Злата, очень профессионально ты это делаешь. Неплохо, неплохо, да. Окей, Злат. Теперь я размажу эту колоду по столу, вот так, чтобы был полный хаос, абсолютный. Теперь я хочу, чтобы ты посмотрела на меня. Тебе сейчас нужно будет взять одну из этих карт, лицом вниз, не глядя, и дать её мне. Злата, веришь ты в это или нет? Это будет шесть пик. Я серьёзно, давай, бери любую, только не глядя. Да, и не глядя, давай мне. Ещё раз нужно будет то же самое сделать, дать её точно так же мне. И это будет, я серьёзно, это будет пятёрка крестей. Не глядя. Отлично. Злата, ну, окей, им нужна будет третья. Это будет, например, король Бубей. Его я сам возьму, если ты не против, какую-нибудь одну. Напомни мне, какие там карты были. Сначала я попросил тебя дать мне одну, и я сказал, что это будет шестёрка пик, и ты это идеально точно сделал. Затем я сказал, что ты дашь мне пятёрку крестей, и ты тоже дала мне пятёрку. И в конце я сам взял короля. Вот видишь, ты показала мне фокус, а не я тебе. Давайте ей похлопаем. Молодец. Минутка терпения, и я научу вас угадывать три карты, не прикасаясь к колоде. Для этого фокуса нам понадобится самая обычная колода карты. Мы берём колоду и запоминаем нижнюю карту в этой колоде. В моём случае это король пик. Мы готовы начинать. Мы просим зрителя, чтобы он размазал всю колоду по столу. Пока он это делает, очень важно, чтобы мы следили за нижней картой, за нашим королём. И не потеряли его из виду. Мы можем помогать нашему зрителю это делать. Самое главное – помнить, где именно он находится. Важно не терять из виду нижнюю карту. Теперь мы говорим нашему зрителю, что он должен дать нам любую карту из этих всех, и это будет именно король пика. Он даёт нам какую-то карту, например, вот эту. Мы смотрим на неё и видим, что это девятка червей. И не показываем её зрителю. Затем мы говорим, что теперь он даст нам другую карту, и это будет девятка червей. Он даёт нам, например, вот эту. Мы на неё смотрим и видим, что это семь червей. Важно, чтобы зритель не видел карты, которые он вам даёт. Затем мы говорим зрителю, что третью карту – семь червей. Мы возьмём сами и берём короля пик, за которым мы следили. Затем мы берём все эти три карты и говорим зрителю, что он идеально точно дал нам сначала короля пик, затем девятку червей, затем семёрку червей. Так, у меня есть наушники. Кто проверит, что они обычные самые? Только не сломайте их, я вас прошу. Это не верёвка, да? Если их растянуть, они могут сломаться. Я намотаю их себе на большой палец. Вот так. Прям сильно обмотаю. Видно петлю, которая получилась? Скажите, можно сделать так, чтобы этот провод оказался внутри петли? Как? Ну как? Нельзя, потому что я намотал крепко, там некуда пройти ему, правильно? Попробуем. Раз, два, три. И провод оказался прямо внутри петли. И это просто чудо. Вам понравилось? Да! Вы сможете так же ловко манипулировать проводами. Смотрите внимательно. Для этого фокуса вам понадобятся обычные наушники. Берём наушники вот таким вот образом. И начинаем наматывать на себя вокруг большого пальца. Делаем примерно пять оборотов. После этого нам нужно указательным пальцем зажать провод вот здесь. Так, чтобы он оказался между указательным и большим пальцами. И у нас возникнет вот такая вот петля. Затем берём другой конец наушников, наматываем его на руку, так, чтобы этот конец провода нам не мешал. Мы показываем зрителю, что провод не может пройти в петлю ни отсюда, ни отсюда, ни откуда. Но в этот момент мы заводим провод вот сюда, так, чтобы он оказался между большим и указательным пальцами. И придерживаем его. И всё, что нам нужно сделать, чтобы провод оказался в петле, это слегка расслабить пальцы, дёрнуть провод вперёд, и он окажется в петле. Важно отрепетировать этот фокус перед зеркалом. Покажу ещё раз. Наматываем на себя. Зажимаем петлю. Берём второй конец. Показываем, что он не может пройти. Заводим. Придерживаем между указательным и большим пальцами. Раз. Два. Расслабляем пальцы, дёргаем провод. Три. И он оказывается в петле. Итак, внимание, сейчас я буду читать ваши мысли. Какие цвета вы знаете? Необычные. Беж. Отлично. Например, например, пусть будет бежевый беж. Я просто люблю этот цвет. Беж. Напишу и скомкаю. Мне нравятся хаки. Хаки. Какой ты сказала? Белый и бирюзовый. Берюзовый. Пусть будет белый, вам попроще. Белый. Ещё какие-нибудь давай. Красный. 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 Давай голубой. И пусть будет жёлтый. Да. Её обоих. Нравится жёлтый? Да, обожаю. Обожаешь жёлтый? Да. Дай пять. Я тоже обожаю жёлтый. Пишем. И я. Тоже? Молодец. И Кристина. Я тебя же самая написала. Жёлтый. Окей. Несколько цветов. Сделаем следующим образом. Кто мне поможет, давай ты. Как тебя зовут? Алина. Алина. А сейчас я буду показывать маркером на листочке. Хорошо? Тебе нужно будет задумать любой из этих цветов. В голове не называй его в сух, просто задумай. Задумала из этих? Да? Сейчас я буду показывать на каждый листочек. Пока я буду это делать, на каждый листочек, на который я покажу маркером, тебе нужно будет про себя произносить название этого цвета по буквам. Например, ты не красный загадала? Например, если ты загадала красный, К-Р-А-С. Вот так. Как только у тебя в голове это слово закончится, будет последняя буква, скажи стоп мне на последнюю букву. Стоп. Давай отрепетируем. Скажи стоп. Стоп. Громче. Стоп. Молодец. Готова? А беж, это бежевый или бежевый? Нет, беж, беж. Как написано, так и будем делать. Готова точно. Поехали. Стоп. Я знаю, какая. Здесь? Назови вслух тот цвет, о котором ты думала. Можешь. И здесь было написано? Именно желтый. Угадала. Похлопаем ей. Молодец. Вам понравилось? Стоп. Только опытный фокусник способен читать мысли. Сейчас я вас научу это делать. Для этого фокуса вам понадобятся бумажки и маркер. Вы говорите вашему зрителю, что сейчас вы напишите на бумажках несколько цветов. И начинаете писать. Первый цвет будет беж. Комкаете и кладете на стол. Второй цвет будет хаки. Очень важно все цвета класть в ряд. Третий цвет будет белый. Затем будет желтый. И красный. Важно разложить цвета именно в этом порядке. Затем вы просите зрителя загадать один цвет и произносить про себя название этого цвета по буквам, когда вы показываете на листочке. И вы говорите ему, что он должен будет сказать стоп на последней букве своего слова. Например, зритель загадал цвет белый. Первые две буквы, на которые вы показываете, всегда находятся в произвольном порядке. Например, вот это и вот это. Но третья всегда находится здесь. И далее по порядку. Это очень важно. Важно. Отчет третьей буквы всегда начинается с листочка с цветом беж. Поехали. Б, Е, не важно какие. И дальше в правильном порядке. Л, И и краткое. Зритель говорит, стоп на этом листочке. Вы разворачиваете его и показываете, что здесь белый. Именно тот цвет, который загадал зритель. Покажу еще раз, но с другим цветом. Напоминаю, что у нас есть беж, хаки, белый, желтый и красный. Например, зритель задумал цвет хаки. Мы помним, что это вот этот вот листочек. Первые два раза, неважно какие. Например, вот этот и вот этот. Ха-а-ка-и. Зритель останавливает нас на этом листочке. Мы его разворачиваем и показываем, что он остановил нас именно на своем цвете. И это цвет хаки. Ну вот, вы узнали тайну нескольких фокусов. А теперь напоследок я покажу вам совершенно необъяснимый фокус. Ну то есть, объяснимый, конечно, но его разгадкой придется поломать голову вам самим. Ань, можно попросить твое кольцо? Просто ложки гнуть уже не так актуально. А кольца... Ну ладно, не бойся. Ань, мне нужно, чтобы ты сейчас мою левую руку крепко с кольцом зажала. Снизу лучше. Можно и сверху, и снизу. Внимание! Ее кольцо. Открывай руку. Оно исчезло, ребят. Верни мне кольцо. Верни мне кольцо. Вообще исчезло. Верни мне кольцо. Некоторые из вас могут подумать, что оно здесь. Нет, отсюда тоже исчезло. Вообще исчезло. Оно что, внутрь что-то там? Не совсем. Дело в том, что у меня есть автомобильный брелок с ключами от квартиры. На нем кое-что есть. Калечко у меня. Ань, это твое кольцо. Да. Держи. Молодец. Невозможное возможно. Продолжение следует.